Вторую часть обзора работ раскрашенных в первом полугодии 2019 Начнем с малютки раскраски Побег в мир Шекспира Где я раскрасила единорога, вдохновляясь средневековыми гапиленами Здесь я использовала ингтенсив для фона, особенно шераз Который кажется мне очень подходящим для передачи винного оттенка Традиционного для средневековья И даже несмотря на то, что единорог вышел довольно плоским, я все равно довольна Еще один этап в моем личном челлендже раскрашивать разнообразных драконов Это дракон, который я сделала с помощью колорсофтов в основном И немного еще добавила блестящие акварели Симпатичная пещера у него получилась И в целом я очень довольна, что мне наконец удалось хоть где-то поработать колорсофтами И что они не залежались у меня надолго Этот венецианский разворот практически полностью сделан акварелью Я только немного использовала полихромосов для доработки деталей на зданиях И призмаколоров для того, чтобы раскрасить рыбки на переднем плане Мне очень понравилось, я люблю акварелью работать в этой раскраске То, как растекается краска по бумаге мне нравится И в целом еще я довольна, что выбрала немного необычную цветовую гамму И справилась с этой задачей, что для меня в общем-то было каким-то личным челленджем Это венецианская картинка, открывают следующий раздел Куда я условно отнесла разные пейзажи И конечно в этом разделе будет царить Лиззи Мэри Каллен и ее кривые картинки Магия городов, к сожалению, пополнилась всего одной иллюстрацией Это действительно сложно, когда ты вроде и хочешь закончить раскраску Но иллюстрации, которые остались, не особо тебя вдохновляют Вот этой работой с собором Святой Троицы из Парижа Я не особо довольна Мне кажется, что я не особо здорово выбрала оттенок для окон, для витражей Он мне здесь немного режет глаз Но закончила и ладно Главным открытием здесь является то, что я поняла, что можно использовать неоколоры для того, чтобы закрашивать фон А то все оттенки неба мной уже были перепробованы И все мои неба в раскрасках от Лиззи Мэри Каллен смотрелись одинаково А с помощью неоколоров можно хоть как-то разнообразить Зато картинкой, которую я сделала в раскраске Бон Ваяж, я довольна на 100% Здесь я отступила от своих принципов раскрашивать книжки Лиззи Мэри Каллен с помощью интенсив И использовала призмаколоры Во-первых, они очень здорово легли на эту бумагу Здесь бумага потоньше И как раз обычные карандаши с ней очень здорово сочетаются Они на ней хорошо ложатся, хорошо наслаиваются И мне нравится, что я выбрала довольно спокойную и на мой взгляд довольно стильную цветовую гамму Парижу соответствует, ничего особо броского Но вместе с этим мне удалось не потерять все главные элементы здесь А главное, мне понравилось ее раскрашивать И это тоже, я считаю, одна из работ со знаком плюс За прошлое полугодие Я ее определенно отношусь к своим активам И буду раскрашивать в этой раскраске все-таки с помощью обычных карандашей А не только с помощью интенсив Следующая картинка была сделана по печальному поводу Конечно же, все помнят про ужасный пожар в соборе Парижской Богоматери И поэтому я вспомнила, что у меня же есть иллюстрация с Ноттердам в моей первой раскраске И не могла не раскрасить ее Я специально постаралась из осенней иллюстрации, которой ее задумывала автор Изи Ачо Сделать ее более радостной, весенней Поэтому у меня акриловые цветы здесь цветут и добавляют более праздничного настроения И я здесь использовала акварель в основном Ну а здание Ноттердам я раскрашивала с помощью Derwent Graffitint Мне графитинты вообще кажутся карандашами Которые для раскрашивания архитектуры будут просто идеальными За счет большой растяжки цвета, которую они позволяют добиться в сухом и в мокром состоянии Поэтому определенно для этой раскраски они будут очень и очень полезными Закончила я три картинки в Magical Journey И в первом развороте я сочетала Neocolor и Intense Я рада, что Neocolor мне здесь так пригодились Потому что когда ты все время раскрашиваешь эту книжку с помощью одного и того же набора карандашей У них специфические оттенки То иллюстрации начинают казаться однотипными А когда добавилась вот такая яркая нотка Вот этот фон желто-оранжево-розовый Или же ярко-зеленый, как на правой странице То это все-таки внесло разнообразие И плюс, конечно же, неоколорами красить гораздо быстрее по этому странице Тоже есть возможность побыстрее завершить фоны Заполнять более просто, чем заполнять их Intense Мне больше нравится с помощью неоколоров Поэтому я рада, что я попробовала и буду теперь сочетать их в дальнейшем Также я благодаря этой книжке сделал для себя парочку таких страноведческих открытий Например, я мало что знала об австралийских достопримечательностях А вот здесь раскрасила картинку из города Перд И оказалось, что это средневековая английская деревушка Ничто иное, как современный торговый центр Просто стилизованный под архитектуру Здесь есть элементы из Руана Здесь есть английские элементы Но, тем не менее, это современная постройка И совсем простенькая картинка Где в основном я была сосредоточена на том, чтобы расставить свет и тени Чтобы как можно более выпуклым, ярким получилось здание И поэтому, несмотря на то, что сама картинка простенькая Мне все равно результат нравится И здесь я тоже фон сделала быстро И моментально с помощью неоколоров На этом раздел пейзажей, собственно, закончен Дальше я уже не знала, к чему отнести Все остальные раскрашенные мной картинки Поэтому просто сборная солянка В Айве я сделала несколько работ Несмотря на то, что я все так же продолжаю быть не в восторге от этой книжки Но, тем не менее, есть какие-то совсем вот такие простые работы Которые я раскрашивала абсолютно для антистресса Простенький подбор цветов Простенькие элементы Ничего особо не добавляла Есть какие-то развороты, которые я старалась закрасить более креативно Например, здесь у меня был запрос попробовать Как ложатся ингтенсы на бумагу в английском издании Мне понравилось, вполне хорошо размывался пигмент И я решила, раз уж ингтенсы не такие темноватые То весь разворот сделать в подобной стилистике Напоминает мне немножко иллюстрированные средневековые манускрипты Дополнила я также матовой акриловой гуашью оливковой И золотой акварелью получилось все вполне в одном стиле На каких-то иллюстрациях мне больше нравится фон А совсем не нравятся драконы вот здесь Но я довольна всегда в тех случаях Если мне удается вписать текст, который присутствует на странице Связать его, собственно, с рисунком вокруг Когда текст не выглядит чужеродно Когда фон плавно подходит к тексту Вписывается в него Это не выглядит как что-то лишнее на странице И вот здесь фон мне вполне нравится Так же, как и фон на вот этом развороте Я помню, что я довольно долго красила Вначале я сделала, собственно, фон с помощью полихромусов И с помощью сухой пастели уже ближе к центру А уже потом все элементы закрашивала призмами И, пожалуй, больше всего мне здесь нравится Как раз вот эта игра фона Там, где я высветляла области вокруг наиболее значимых элементов Которые как раз имеют какое-то отношение к рассказываемой истории Там мышка, волшебный компас Это помогает не затеряться этим наиболее важным элементом Среди всего нагромождения предметов, которые здесь присутствуют Также я обычно в Ави стараюсь добавлять какие-то блестящие Там золотые ручки, например Все-таки это детская волшебная сказка И поэтому иногда хочется добавить чего-то праздничного Чтобы странички выглядели нарядно Так что этим разворотом я тоже вполне довольна Я, кстати, выяснила, что для однородной заливки фона Вполне в английском издании могут подойти кахинор-манделузы Они нормально с первого раза перекрывают белый цвет фона Поэтому можно ими заполнять, не тратя более дорогие карандаши Ну и разворотом, которым я, пожалуй, больше всего довольна За последние полгода в Ави Это вот эта замочная скважина Здесь такая немного притянутая за уши концепция У меня здесь проржавленная металлическая дверь И эта скважина показывает нам, что эта дверь является переходом в какой-то волшебный сад И хоть здесь технически мне не все удалось У меня здесь слишком рыжая ржавчина Я понимаю, что надо было добавлять больше коричневого цвета Но, тем не менее, сама концепция мне казалась более-менее интересной И плюс я уже насмотрелась к тому моменту, когда приступила к этой иллюстрации Столько разных вариантов, чтобы не плагиатить какие-то чужие задумки Вот, ну, пришлось что-то такое за уши притянуть И в целом я этой работой довольна Еще мне нравится то, что на фоне немножко виден переход более светлый, более темный То есть, как будто свет сочится через эту замочную скважину В общем, там получилась довольно неплохая иллюстрация А на следующей картинке я испытывала, как Derwent Colorsoft илажаться Ну, тоже вполне терпимо Как обычно, они не позволяют наслаивать очень уж много слоев Но, тем не менее, на бумагу ложатся вполне приемлемо Так что эти карандаши тоже можно использовать в английском издании И получилась такая немного отличающаяся иллюстрация Потому что неизбитая цветовая гамма Колорсофтами я используюсь не так часто, как призмаколорами и полихромосами Поэтому иллюстрация получилась Ну, хоть какая-то там часть новизны в ней присутствует Всего одну картинку я раскрасила в раскраске Fairy Lane от Барбары Ланса Где мне очень нравятся дизайны Но не понравилось качество бумаги Я начала раскрашивать призмаколорами Мне казалось, что ими будет проще заполнить довольно большое пространство фона Но оказалось, что на этой бумаге более твердые карандаши Наверное, будут работать лучше А призмаколорами я жутко мучилась Никакими блендерами мне не удавалось сгладить так, чтобы не просвечивала белая бумага Поэтому немного этими деталями было испорчено удовольствие от раскрашивания Но, несмотря на это, мне все равно очень нравятся дизайны Барбары Так что я думаю, что с помощью полихромисов я обязательно попробую еще что-то здесь раскрасить И, может быть, уже вторая картинка здесь пойдет лучше, если я сменю марку карандашей Но, в целом, мне картинка нравится и по тем цветам, которые я для нее выбрала По ощущениям, которые здесь есть Ну, мне кажется, сказка присутствует И этой картинкой мы плавно открываем раздел каких-то портретов и персонажей Которые присутствуют среди моих раскрашенных в первом полугодии 2019 года У меня не очень много портретных работ Я все еще борюсь с этим Но, тем не менее, кое-что показать могу Раскраска, которую я очень люблю Это книга Мередит Дилман И мне здесь нравится у нее все И ботаническая отрисовка И присутствие восточной нотки в дизайнах И очень нежная, красивая проработка всех фей Всех девушек, которые здесь у нее присутствуют в сюжетах Здесь на видеокамере картинка кажется более контрастной Вживую переходы более мягкие, более нежные Мне хотелось создать как раз этот эффект цветущего персикового дерева Этой дымки лепестков И достаточно большое количество розовых и персиковых оттенков Я употребляла на этой иллюстрации Поэтому живьем она смотрится более нежно Более интересно Но, в целом, мне нравится эта работа Еще один портрет я сделала у Лизи Мэри Каллен в раскраске Талли Хо Конечно же, это Елизавета Первая Я ее сделала сразу же после того, как закончила чудоровское Рождество в Мэджикл Крисмас Я вспомнила, что и в этой раскраске присутствует Елизавета И здесь эта смесь ингтенсов для фона Граффитинтов для рамочки А саму Елизавету я решила не портить и раскрасить призмаколорами Потому что, во-первых, на этой бумаге очень хорошо ложатся как раз обычные карандаши И, во-вторых, после своего первого неудачного опыта раскрашивания лиц с помощью ингтенсов Я больше не хотела испортить Тем более, такое симпатичное изображение королевы Мне кажется, у Лизи Мэри здорово удалось переработать в своей стилистике Вполне узнаваемый образ Елизаветы У Марии Тролля я закончила раскрашивать один портрет Но пока он является, несомненно, моим самым любимым из всех девочек Тролля Которые я раскрасила По-моему, у меня их пять уже законченных в этой книжке Здесь весь фон тоже закрашен призмами Все сделано призмами И, пожалуй, я здесь довольна всем Наверное, любимая моя часть это волосы И я люблю этот венок из фиалок на голове Нравится мне гнездышко Даже птички симпатичные Немного я добавила мелких белых цветочков на фоне В целом, работа которой я довольна Даже несмотря на мою нелюбовь к Марии Тролля Я не знаю, почему мне так сложно Дается перебороть себя И каким-то девушкам сделать необычные цвета волос Те же самые зеленые, голубые А уж о необычном цвете кожи я вообще молчу Для меня это какое-то преодоление себя Поэтому даже если хоть немного удалось отступить От привычных рамок, привычных оттенков Для меня это уже какая-то внутренняя победа Поэтому я восхищаюсь тем, кто не боится Экспериментировать с оттенками кожи С оттенками волос Для меня это, наверное, какой-то следующий этап Пока эта девушка для меня Внутренний собственный прорыв в необычных образах Моя любимая раскраска в поисках похитителя лампочек И очень интересно, что раскраска может стать любимой Из-за качества бумаги Бумаги, которая позволяет работать со всеми материалами Я, наконец, закончила вот эту картинку с дирижаблем Которую начинала давно, когда неоколорами сделала фон А теперь в основном на 90% неоколорами и закончила Также я раскрасила детектива Который чинит, рассматривает лампочку И к нему поступает звонок об очередной краже Все сделано в моей любимой технике Сочетания акварельного фона И потом доработки карандашами Сделала я иллюстрацию, когда детектив уезжает на задание А дворецкий и владелец коллекции наблюдают за этим моментом И, наконец-таки, раскрасила главного отрицательного персонажа Здесь я применила немножко знаменитые акварели Мунглоу от Дэниел Смит Поэтому получились у меня симпатичные дымовые разводы А самого отрицательного персонажа я раскрашивала с помощью графитинтов Еще раз подчеркну, что очень интересные карандаши В книжке Night Voyage Ночное путешествие от Дарьи Сонг Я сделала один разворот Но по трудоемкости он вполне заслуживает внимания Потому что здесь был большой пустой фон И я давно думала о том, что же здесь сделать И пока у меня не появились неоколоры Я не мечтала на него замахнуться Даже с помощью неоколоров я довольно долго дорисовывала все вот эти тучки Сейчас я полностью довольна выбранной цветовой гаммой И особенно областью, когда вот там, где небо над девочкой Там, где проглядывает солнце Мне нравится, что я выбрала ограниченную цветовую гамму для бумажных голубей Я помню, что меня вдохновило как раз был китайский Новый год Я смотрела какие-то фотографии, там было много красного и золотого И мне показалось, что эти цвета вполне могут подойти и мне Для раскрашивания моей иллюстрации Поэтому вот так иногда вдохновение можно найти в совершенно неожиданном месте И после этой иллюстрации я уже месяца 4 не бралась за книжку Дарьи Сонг Вот так у меня было переполнение Я ее стараюсь красить по порядку Но чувствую, что вот сейчас я снова готова к ней вернуться и раскрасить что-нибудь заковыристое Раскраска, которая появилась у меня совсем недавно И поэтому я даже не знаю Наверное, не надо было показывать этот разворот Потому что он относится к результатам уже июня Я буду его показывать в своих небольших результатах за этот месяц Но тем не менее, это тоже персонажи Их здесь много Раскраска Томока, Ташира, Принцессы и Феи И понятно, что это Белоснежка и Семь гномов Я давно думала о том, нужна ли мне эта раскраска в коллекции Меня смущало Там и авторские стили, качество книги Но теперь, когда мне ее подарили Она мне очень нравится Я получаю огромное удовольствие от раскрашивания Мне просто смешно, что у меня были такие сомнения Когда я снимала в конце 2018 года Своё видео И там были такие напутствия мне на наступающий 2019 год Я себе говорила Раскрашивать побольше драконов И вернуться к раскрашиванию Томича Потому что я где-то в конце прошлого года его забросила Но зато в этом полугодии Томич у меня продвинулся основательно Например, я раскрасила вот этот довольно сложный Трудоемкий разворот с виноградом и петухом Здесь не было ничего сложного В плане выбора цветов Я сразу знала, каким я вижу своего петуха И то, что виноград я попытаюсь сделать двухцветным Но вот в плане затрат времени Конечно, это очень и очень сложно Потому что раскрашиваю я здесь исключительно карандашами Ну, во-первых, потому что у меня хорват А во-вторых, ну вот мне как-то стилистика Томича Уже я начала его раскрашивать карандашами Поэтому если бы у меня появился еще голландец Я бы попробовала раскрашивать те же картинки, но акварелью Но в одной книге мне не хочется смешивать Две техники и два стиля Так что я продолжаю очень медленно раскрашивать все карандашами Куча времени, но я более-менее довольна всеми работами Которые здесь сделала Также к первому полугодию относится и русалка И этот летящий олень О котором у меня было много размышлений Я вначале думала, не сделать ли его зимней Иллюстрацией, но потом все-таки решила, что нет Пусть это будет все-таки урожай, яблоки, которые он несет, ласточки Это, конечно, все-таки лето Ну а русалка Больше всего мне нравится область там, где черная жемчужина И исходящие от нее лучи Не все у меня просто всегда с Томичем Иногда я могу неделями откладывать И не всегда знаю, как продолжить Но тем не менее, конечно, из-за того, что настолько волшебные сюжеты Получаешь удовольствие, даже несмотря на то, что раскраски сложные И иногда ты просто борешься и не знаешь, как продолжить Так что не самый антистресс Но обычный результат в конце наполняет удовольствие В качестве анонса скажу, что это не все, что я раскрасила в Томиче Но поскольку остальные законченные работы это июньские Чтобы оставить какую-то интригу Я их оставлю на итоговое видео июня А мы перейдем к Ханне Карлсон В сезонах я сделала две работы Портрет, которым я не особо довольна Много чего здесь намешано Здесь и неоколоры, здесь и полихромосы Здесь и призмаколоры Я думаю, что я переборщила с количеством цветов, использованных Несмотря на то, что это, конечно, лето Это буйство красок Но, тем не менее, думаю, что в своем стремлении Использовать какие-то цвета, которые я использую не часто И мне хотелось их применить, внести какую-то навесну Но я думаю, что я слегка увлеклась Поэтому не самая любимая моя работа А вот вторая иллюстрация Которая почему-то, мне кажется, немного в восточном стиле Нравится мне гораздо больше Здесь акварельный фон плюс призмаколоры Здесь я старательно ограничивала количество использованных оттенков Пожалуй, больше всего мне здесь нравятся Изумрудные жучки и желтая хризантема Собственно, эти хризантемы мне всегда нравились Это один из моих любимых видов цветов, которые использует Ханна Карлсон И, пожалуй, они повлияли на то, что я выбрала эту иллюстрацию для раскрашивания Вот ею я довольна полностью Я не знаю, ничего бы я не хотела здесь ни изменить Ни добавить, ни убавить Поэтому вполне симпатичная картинка получилась Ну и, конечно, волшебный рассвет Рассветный час продолжает быть моей самой популярной Самой часто применяемой раскраской от Ханны Карлсон И в первом полугодии я сделала вот этот волшебный мак Очень легко раскрашивалась Потому что большое поле было залито сразу же акварелью Только потом я добавляла контрасты с помощью карандашей Поэтому довольно быстрый процесс Пожалуй, мне нравится здесь больше всего фон зелено-черный Который мне удалось намешать для фона Ну и черные мухи тоже так вполне неплохо вписались Следующий разворот менее интересный На левой странице я старалась выдержать цветовые оттенки Характерные для хохломы Классическое сочетание черный, золото-красный Выглядит всегда довольно выигрышно Но, возможно, я здесь немного не доработала с фоном Сделав его просто чисто черным Но в целом довольно неплохо А на правой странице я играла с разными материалами Там неоколорами много раскрашено Но получилось довольно средним Вот эта иллюстрация, опять же, одна из моих попыток применить оттенки, которые я использую не часто Например, красный для фона И я здесь дорисовывала все лепестки цветов Делала узор на них Тоже довольно трудоемко Но мне кажется, что получилось оригинально Такая то ли готично То ли еще как-то фантазийно Но в целом, по крайней мере, какой-то оригинальности Этот узор на лепестках добавил Не знаю, был ли здесь правильный выбор Это золотые бабочки Но я решила в конце уже, что иллюстрация довольно громоздкая А золото, оно обычно со многими оттенками сочетается Следующая иллюстрация определенно одна из моих любимых Она мне тоже довольно долго зрела Ее идея Я сразу знала, что я хочу сделать фон Как имитацию старинных обоев Но технически тоже удавалось непросто Я перерисовывала узоры Долго подбирала оттенок Они мне казались слишком кричащими Слишком яркими Я меняла оттенок Старалась потом добавить какие-то потертости Более резкие тени Чтобы в будущем мои портреты не потерялись И было понятно, что они более важные Я думаю, вам видно Как я потом добавляла тень вокруг портрета Чтобы создать иллюзию того, что он висит на этой стене Но в итоге я очень довольна Довольна и тем фоном Который я использовала внутри портрета Вокруг птички И тем, что определенно видно, где у нас здесь король, где королева Они выполнены в сходных оттенках Но тем не менее, женский и мужской портрет тоже сохраняются Определенные различия Так что я очень люблю этот законченный разворот Следующий разворот Это полное безумие использования разных материалов Когда мне хочется поиграть с фоном Здесь все переливается Оттенков намешано огромное количество Но мне кажется, что это помогло создать эту атмосферу Как здесь написано Волшебный лес, magical forest То и фон, несмотря на то, что он сделан в темных специальных оттенках Он все равно выглядит волшебным И мне понравилось здесь и стекло рисовать И все эти отблески на золоте прорисовывать Поэтому это тоже один из тех разворотов Которых я отношу к своим удачным Я его очень люблю Есть у меня в этой раскраске то, что я постепенно начала То, что еще не закончила Буду заканчивать Но последний разворот, который хочу вам показать Это вот этот скоробей Если вы с раскраской этой знакомы То знаете, что фона здесь не было А сама Ханна просто нарисовала нам То есть стерилизованную подвеску С драгоценностями и скоробеем Фон я здесь полностью рисовала сама И я честно говорю, что я им горжусь И он на удивление очень быстро нарисовался Я смотрела на фотографии просто египетских храмов Я старалась скопировать иероглифы Старалась повторить цвет и фактуру камня И довольно быстро я сделала этот фон Для меня даже гораздо больше проблемой Был выбор цвета, например, медальона под скоробеем Но в целом я тоже брала за вдохновение подвеску Которая была найдена в гробнице Тутанхамона Она очень похожа Я думаю, что и Ханна вдохновлялась ей При создании этого рисунка И я взяла основные оттенки тоже От этого ювелирного украшения В итоге это одна из моих, конечно, любимых работ Вот таким было мое первое полугодие 2019 года Ну а я приглашаю вас посмотреть на те работы, которые я выделила в ТОП-5 Я благодарю вас за просмотр И надеюсь, что вы посмотрите также и итоговое видео О том, как прошел мой раскрашивательный июнь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok